Фарфоровая жизнь, так называется новая выставка, открывшаяся в художественном музее Ярославля. 150 миниатюр известных российских заводов 19 века представлены на экспозиции. Марина Смарагдова оценила богатство коллекции. Жанровая миниатюра в России 19 века процветала. Сюжеты, подсмотренные в жизни простого народа, пользовались особенной популярностью. Родоначальником стала известная с 18 века фабрика Гарднера. Поле для художников было огромным. Все типы жителей страны так или иначе нашли отражение в фарфоровой скульптуре. А поскольку спрос был велик, то и сохранилось немало произведений. И даже при кажучейся общности тематики, каждая вещь уникальна. Разумеется, он делал и императорские заказы, и для высшего сословия. Но вот этот круг потребителей, он был освоен множеством предпринимателей. А народные типы, они встречались реже. Ну то есть, хотя их потребителей было значительно больше. Именно поэтому, вероятно, эти вещи сохранились. И именно поэтому эти вещи вызывают такой интерес. В России был обычай украшать скульптурой центральную часть стола во время торжественных обедов и приемов. Героями фарфоровых скульптур стали представители всех сословий и профессий. Чистые господа и продавцы на ярмарках, служанки и нищие, кучера и трубочисты, военные ремесленники, городские фронтихи и деревенские мужички. В середине 19 века появляются фигурки из серии «Народы России», выпущенные в тысячелетие Российской империи. В это же время появляется и детская тема. Она же современник видит в фигурках, созвучая нынешнему дню. Современный зритель тоже может найти неожиданные соответствия реалиям каким-то, да, современным же. Вот посмотрите, вот любопытная скульптура, где крестьянин, кажется, что разговаривает по мобильному телефону. Пиццу, например, заказывает. Вот семья, значит, уже тут идет, да, кто сапоги несет, кто вот что там, да. То есть еще дома, наверное, семерополавка, мало-мало меньше. У этой техники вкусное название «бисквит», что значит неглазурованный, прошедший один обжиг фарфор. Скульптуру не покрывали глазурью для натуралистичности образов. Искусствоведно называют эту миниатюру передвижнической. Энциклопедия русской жизни в фарфоре в наше время благодатный коллекционный материал. Марина Смарагдова, Михаил Орлов.